Время спорта 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 Челнинцы обыгрывали Наш клуб пять лет назад Да и то на своей площадке В прошлом сезоне Саранский клуб Стал единственной командой В лиге У которой Челнинцы не смогли Отобрать ни одного очка Все шесть матчей Заканчивались победой Нашей дружины В основное время В нынешнем сезоне Эта традиция Продолжилась Двумя победами В набережных Челнах Которые были одержаны Меньше двух недель назад Однако Любая серия Имеет свойство Заканчиваться Это показал Прошлый тур Когда чебоксары Впервые в истории Обыграли Мордовию в гостях Были полны решимости Прервать серию неудач И челнинцы Тем более что В их составе Играет целый ряд хоккеистов Которые в разные годы Играли за Мордовию И они наверняка Жаждали победы Над своим бывшим клубом Это вратарь Болсуновский Нападающие Гараев Кутявин и Исмайлов Эта встреча В очередной раз Началась для нашей команды С пропущенной шайбы Патрушев Прошел вдоль борта От своих до чужих ворот И не встретив сопротивления Уложил шайбу в угол Сравнять счет удалось Во многом из-за Несогласованных действий Защитника и вратаря соперника Игрок Челнинцев Не глядя Отдал шайбу назад Да так, что она Едва не влетела в ворота Болсуновский Пытался остановить Ее ловушкой Но она вылетела на пятак Откуда Ее в пустые ворота Отправил Медведев В концовке периода Из-за травмы Вынужден был покинуть площадку Наш голкипер Павел Попков У которого Случилось растяжение Мы пока реальной картины не имеем А насколько оно сложно Это не смогли Ни вчера, ни сегодня В выходные Диагноз поставить То есть сделать снимку И показать по солисту Чтобы дал объективную картину Насколько что Тогда уже будем Об этом говорить В самом начале второго отрезка игры Мордовия вышла вперед Отличился Дубинин На 29-й минуте Брыкин прошел к воротам И отправил шайбу с пятачка Точно в нижний угол Перед самым перерывом Вновь Дубинин упрочил лидерство После перерыва Болсуновского сменил Дорофеев Но это не спасло Челны От хит-трика В исполнении Десятого номера Мордовии На 47-й минуте Саразов и Дубинин Убежали два в одного Наш капитан Не стал жадничать И отдал пас На пустые ворота А Антону Оставалось только Не промахнуться Хит-трик Дубинина По голам И Саразова По голевым передачам В концовке Челнинцы все-таки Сумели пощекотать нервы Саранским болельщикам Забросив две шайбы подряд Образец того Как нужно играть Даже если до сирены Остались считанные секунды Показало наше первое звено При вбрасывании В зоне соперника Оставалось всего Шесть секунд Но их хватило для гола Дубинин на этот раз Отдал пас На Саразова Который со второй попытки Пробил Дорофеева Итог 6-3 В пользу Мордовии Не то что часть А большая часть игроков Поверяло Что они выходят играть Четвертый период Вчерашней игры То есть без Такого должного настроя Без должной самодачи И тем более Еще быстрый гол забили Ну и потом Видели его в ответ Кутрибун получили За счет несобранности И ненастроенной игры Вышли доигрывать Третий период Вчерашнего матча Именно так Юрий Воробьев Объяснил причину Провала команды В первом периоде Повторной игры Воскресный поединок Начался для нашей команды Вполне удачно Уже на 25-й секунде Первое звено Раскатало соперника И Обозин Отправил шайбу В пустые ворота Однако развить успех Или хотя бы удержать Счет не удалось Челнинцы Трижды подряд Зажигали красный свет За воротами Никиты Скатова В качестве сменщика Нашего голкипера Впервые выступил Местный воспитанник И уроженец Саранска 19-летний Игорь Шарапов Который заменил Получившего травму Павла Попкова Счет 1-3 После стартовой 20-ти минутки Явно не устраивал Нашу команду Во втором периоде Хоккеисты Мордовии Методично И с завидной регулярностью Стали осаждать Ворота Михаила Дорофеева Челнинцы В этом сопернику Конечно же невольно Но помогали В общей сложности Без учета дисциплинарки Они нахватали 10 минут штрафа И дважды оставались Втроем против пятерых На 29-й минуте Швейкин сократил отрыв Реализовав численные преимущества В два игрока У гостей был единственный шанс Забить за весь период И они им воспользовались Также разыграв лишнего За две минуты До второго перерыва Ахмедзянов Удачно подставил клюшку Под бросок горячего И преимущество Челнов Вновь сократилось до минимума На 52-й минуте Красивую комбинацию Разыграло четвертое Звено Мордовии И Швейкин Оформив дубль Сравнял счет в этой игре 4-4 Возможностей для того Чтобы победить в основное время Было еще предостаточно А пожалуй Что ближе к успеху Были наши хоккеисты Чего только стоит Бросок Медведева На последней минуте Но голкипер Дорофеев Подарил Челнам ничью Ожидание овертайма По времени Было продолжительнее Чем сам дополнительный период Уже на 19-й секунде Александр Брыкин Принес саранской команде победу Исходя из ситуации С результатом доволен игрой Достаточно большую часть игроков Недовольны Будем разбираться Начнем какие-то делать Дойдет до многих наших лидеров По крайней мере Если говорить за лидер Сегодня Второй раз Когда удаление было Втроем Минут 40 У нас основное зено Усолило А забить не смогли То есть есть еще резерв Где работать нужно Над этим Надеюсь Удачно выступить Ну все равно Ребята молодцы Я поблагодарил Ребята за работу Поздравил С одним набранным очком Здесь С первым Вообще Который мы в Мордовии Заработали Не можем мы Не наша команда Ну как вы считаете Сейчас проклятие снято? Ну наверное да Теперь дальше Может полегче пойдет Следующие матчи Наша команда Проведет на выезде В Кургане И Нижнем Тагиле А ближайшие и заключительные В этом году домашние игры Состоятся в Саранске 2 и 3 декабря Соперник Клуб Алтай В Саранске состоялся Настоящий праздник Для любителей подводного спорта В течение трех дней Бассейне Дворца водных видов спорта Проходили соревнования По дайвингу Скоростному плаванию в ластах И подводной борьбе Акватлону Причем если дайверы И пловцы разыгрывали Медали чемпионата И первенства Мордовии То в соревнованиях По акватлону На кону стояли Награды Кубка России Побороться за победу И за звание Мастера спорта России Которые получали Те, кто взошел На педестал почета Собрались несколько сотен Спортсменов Из Саранска Тульской Нижегородской И Московской областей А также Республики Татарстан То, что соревнования Кубка России По акватлону Проводятся в столице Мордовии Становится уже традицией Ведь в последние годы Саранск приобрел статус Одного из главных центров Подводной борьбы в стране Наибольшее количество Соревнований Сейчас проводят Сейчас два региона Которые больше всего Культивируют Подводный спорт Акватлон Участникам подводной схватки Дается 30 секунд На то, чтобы сорвать ленточку С ноги соперника И поднять ее на поверхность На первый взгляд Дело несложное Но не стоит забывать Что борьба проводится Под водой На задержке дыхания Поэтому очень важно Уметь грамотно владеть Своим телом И иметь молниеносную реакцию Также участники признаются Что большую роль Играют условия В которых происходит поединок Здесь же идет борьба за ленты Поэтому необходимо Не только правильно атаковать Но и контролировать свои ноги И задача соперника И противника Как защита, так и атака Грамотно это отработать под водой Но здесь бассейн Достаточно хороший И 5,5 метров Если не ошибаюсь Глубина Это хорошая глубина Для того, чтобы показать Качественную борьбу Потому что, как правило Иногда Когда нет возможности Тренироваться И проводить соревнования В глубоких бассейнах Проводится в более мелких На двух метрах Это, конечно, несколько Упрощает Ту среду В которой борются спортсмены Екатерина Милованова Из сборной Тульской области Стала победительницей Кубка России по акватлону Среди женщин А вот серебро и бронза Достались мордовским спортсменкам Софьи Авдониной И Дарьей Рашевской У мужчин победу В Кубке страны Одержал Павел Шилович из Тулы Ярослав Баконяев Принес серебро Сборной Мордовии Бронзу Нижегородца Ивана Кулыгина В общекомандном зачете Первыми стали хозяева Сборной Мордовии по акватлону Команды Тульской области На втором месте А замкнули тройку Сильнейших акватлонисты Из Нижегородской области В минувшую субботу в Саранске Состоялся пятый городской турнир По гиревому спорту В одном из торговых центров Столицы собралось Более полусотни силачей Со всей республики Многие считают Что гири являются Пережитком прошлого И давно уже должны быть Убраны в дальний ящик Некогда универсальный Спортивный тренажер Не конкурент Современным машинам Для здоровья И никто уже давно Не тягает гири Однако это не совсем так Участники открытого Первенства города Доказывают обратное На импровизированном помосте Собрались 10 команд Своё мастерство Демонстрируют спортсмены Разных возрастов От новичков до ветеранов Это пятый год Мы проводим эти соревнования Спасибо городской администрации Пётр Николаевич Тултаев Что всё же организовал Такие соревнования По гиревому спорту И плоды дали Вот в этом году У нас выполнены два Человека норматив Мастер спорта России Это Скромный И Чашин Дмитрий Уже лет 12 этого не было Самое интересное Еще можно сказать Что участвует Один из первых чемпионов Советского Союза Мастер спорта России Якунчев Александр Петрович Это тренер в Чамзинке Результат участников Складывался из двух упражнений Толчок двумя гирями И рывок одной На каждую дисциплину Давалось по пять минут Обычный регламент Позволяет участнику Делать свою попытку На пять минут больше Потому спортсмены Ощутили на себе Проблему с дыханием И все же воля к победе Помогла перестроиться Для нужного результата Так в весовой категории До 85 килограммов Праздновал победу Воспитанник спортклуба Вымпел Дмитрий Чашин Мастер спорта Набрал 160 очков Выполнив 82 пожатия Двумя гирями Двумя гирями И 171 в рывке Просто подготовка была На 10 минут А соответственно Резко сократили до 5 Это я ускорил темп Но намного ускориться Не удалось Потому что Организм привыкает К определенному Виду нагрузки И резко его перестроить Несколько проблематично Что сумел сделать Больше чем планировал За 5 минут Также лучшими Среди мужчин В своих весовых категориях Стали Василий Катаев Эдуард Вдовин Владислав Скоронный И Юрий Синичкин Но были и те Для кого турнир Не состоялся Из-за грубых ошибок Главный судья соревнований Сергей Прокофьев В итоге и сам вышел на помост Выступление Не осталось только показательным В своей весовой категории Прокофьев занял 3 место В основном дожимы идут Но не каждое училище Не в каждом училище Есть тренер-специалист По гиревому спорту Но ребята приходят довольно сырые Но с каждым годом Мы правила ужесточаем Чтобы уходили уже ребята На более серьезный уровень И участников становится Из-за этого чуть поменьше Но зато Выполнение движений Становится более качественно И уже те ребята Которые будут выступать В следующем году Они будут знать Что готовиться надо По-серьезному Не просто так приехать И выиграть этот турнир И уже невозможно За медали турнира боролись И девушки Воспитанница спортивного клуба Вымпел Ксения Нефедова Сначала увлеклась Пауэрлифтингом А гири были лишь одним из элементов При подготовке к соревнованиям Но вот уже четвертый год В гиревом спорте Проходит для спортсменки Удачно Ксения Нефедова Несколько раз побеждала На турнирах Республиканского уровня Представляла Мордовию На студенческих первенствах ПФО Не стал исключением И нынешний турнир Где Ксения стала Абсолютной чемпионкой Сегодня я сделала 67 повторений Это рывком А самое максимальное Был 82 Это в прошлом году Так как я не тренировалась Полгода в этом году Именно То наверстываю Упущенное Пока что Потому что это Среди девушек Не самый популярный спорт Больше как-то Среди парней А девушки уже как бы Когда есть возможность Есть тренер Который тебя подготовит Потому что все-таки Для девушки нужно там Учитывать очень массу Всяких нюансов Потому что Мы как бы И физически Немного слабее Чем парни В командном зачете Места распределились Следующим образом На третьей ступени Воспитанники Чамзинской дюш Которые заработали 37 очков На второй представители МГПИ У них на 13 баллов больше А победу на счету Спортсменов клуба Вымпел Они принесли Своей команде 69 баллов В спортивном комплексе Мордовия В минувшее воскресенье Состоялась матчевая встреча По легкой атлетике Среди команд 13 региона Пенза, Челябинска И Подмосковья В соревнованиях По бегу И спортивной ходьбе На призоолимпийской Чемпионке Орге Канискиной Приняло участие Около 150 спортсменов Причем все они Прошли строгий отбор Право защищать честь Своей сборной В матчевой встрече Получили только Лучшие легкоатлеты регионов Матчевые встречи Легкоатлетов Проводятся в Саранске Ежегодно Но, как правило Их участниками Становились только Две команды На этот раз Соревнования вызвали Больший ажиотаж Сюда съехались Первые номера Юношеских сборных Трех регионов Себя показать И на других посмотреть Раньше Матчевые встречи Легкоатлетов И соревнования На призы Олимпийской чемпионки Ольги Канискиной Проводились по отдельности Но идея Объединить Два массовых Состязания По бегу И по спортивной Хотьбе Вполне Оправдала себя Открывает Программу Соревнований За беги На дистанции 1500 и 3000 метров В младшей Возрастной группе У девушек На полутора километрах Первой пришла К финишу Представительница Мордовской команды Ильвина Муратова Большинство Иногородних соперниц Сбылье незнакомы Однако это не помешало Представительнице Мордовской шор По легкой атлетике Финишировать первый Опередив на 2 секунды Ближайшую преследовательницу Из Пензы Дарью Тихонову Я знаю соперников Из Мордовии А из остальных Городов Республик Я не знаю Ты ожидал Что достаточно легко Получится Иногородних спортсменок Опередить Нет Я думала Что я не буду первой Но оказалось Наоборот На дистанции 1500 метров Среди младших Юношей не нашлось Равных воспитаннику Дубенской Дюсш Николаю Плешакову Несмотря на сравнительно Молодой возраст Николай уже довольно Опытный стаер За плечами которого Участие в первенстве России Так что ему Не составило Трудограмотно Распределить силы По ходу забега И на 4 секунды Опередить на финише Николая Кобякова Из Челябинска Сначала было тяжело Ноги забились А потом Очень хорошо стало И над финишом Скорнулись По итогам матчевой встречи Мордовские легкоатлеты Завоевали 11 из 12 Разыгранных золотых медалей Его получил Дмитрий Кромочков Из Челябинска В соревнованиях По спортивной ходьбе Среди младших юношей Его же отметил Ольга Каниськина Вручив приз За лучшую технику У девушек Награду за безупречно Продинную дистанцию Получила наша Эльвира Хасанова Ставшая победительницей В соревнованиях По спортивной ходьбе В старшей возрастной группе В командном зачёте Мордовские бегуны Расположились на верхней строчке Вторыми стали Пензенские спортсмены Третьи легкотлеты Московской области В соревнованиях По спортивной ходьбе Вновь первенствовали хозяева Серебру в командном зачёте Досталось ходокам Из Челябинска Третьи представители Пензы На этом очередной выпуск Самого полного дневника Спортивной жизни Мордовии Подошёл к концу Не забывайте смотреть нас И на следующей неделе Наша программа Доступна для просмотра В интернете На официальном сайте канала И странице в ютубе А на сегодня это всё С вами был Юрий Осипов До встречи Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин